приветствую вас возлюбленные братья и сестры слава господу слава богу что все мы здесь сегодня с вами собрались аминь может быть кто-то с кем-то еще не поприветствовал да поэтому давайте мы повернемся друг другу скажем привет брат сестра ты знаешь что бог тебя любит скажи ему прям в ухо можно прокричать бог тебя любит чтобы прям запомнилось раз и навсегда аминь все согласны что бог нас любит аминь об этом говорит все писание да что бог нас любит и бог хочет чтобы мы в этом утверждались мы это всегда помнили чтобы мы всегда это осознавали никогда не забывали и опять же снова и снова мы об этом напоминали друг другу и вот например послание кефесской церкви апостол павел 3 главе он молится да молится за эту церковь ну и за всех нас молится он для всего говорит преклоняю колени пред отцом господа нашего иисуса христа от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке вы внутри да четко знали четко понимали чтобы осознавали это веру и вселиться христу в сердца ваши чтобы вы укорененные утвержденные в любви чтобы мы верили да в любовь божию чтобы мы в этом нисколечки не сомневались несмотря ни на какие-то там может быть внешние обстоятельства и могли постигнуть со всеми святыми что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение любовь христову дабы нам исполнится всей полнотою божью аминь наверное не просто так да апостол павел он молится потому что это очень важно для нас потому что нас может изменить наше сердце только любовь к божьей любовь она меняет когда мы осознаем когда мы понимаем действительно какой дорогой ценой мы с вами искуплены что это стоило нашему богу и что он в каждом дне с нами он в каждом дне заботится о нас и никогда нас не оставляет и не покидает знаете некоторые конкретизируют размеры любви вот мечтали да широта долгота глубина высота таким образом под шириной понимают распространение христовой любви на все века и все народы на все сословия людей с разных социальных до положений под длиной ее постоянство она от века до века под глубиной снисхождения до самого низкого положения чтобы спасти тех кто погрузился в пучину греха и зла под высотой то что она дает нам право на небесное блаженство и славу и возвышает нас до этого положения мы должны быть уверены в божьей любви несмотря ни на какие обстоятельства происходящие в нашей жизни даже когда нам кажется происходит такие ситуации в которые которые могут нам по человеческим меркам да мы можем подумать что это говорит об обратном но все равно бог нас любит или что-то допускает если да то это опять же из-за любви его к нам чтобы где-то мы может быть поменялись где-то что-то осознали еще раз в чем-то утвердились и чем глубже мы осознаем любовь христа все что мы имеем доброе благое дает нам господь и это не от нас тем в нас будет ярче проявляться любовь и благодарность и доверие к богу к самому а также к другим людям братьям сестрам это очень важно нам всегда помнить о божьей любви о том что и у бога эта любовь она имеет всю полноту то есть он возлюбил нас вот мы говорим широта да глубина долгота высота со всех сторон он нас возлюбил да то есть нету такого момента где бы он нас не возлюбил да то есть вот можно так описать то есть вообще со всех сторон и мы конечно же должны об этом помнить и он проявляет эту свою любовь и внешне конечно же в нашей жизни постоянно в каждом дне он ее являет и вот мы на домашней группе у нас она немножечко особенно она семейная да вы знаете проходит и брат стас михаличенко предложил нам порассуждать над одной книгой ее автор гэри чепмен книга называется пять языков любви ну потому что мы на этой группе мы не только размышляем о проповеди но мы еще пытаемся слово божие применить как нам иметь правильные отношения в наших семьях да чтобы было меньше конфликтов чтобы действительно любовь она проявлялась нас друг к другу все мы понимаем да что жизнь двух людей она все равно сопряжена какими-то ситуациями жизни проблемными и поэтому чтобы их было меньше чтобы мы научились любить друг друга в семьях решили вот он предложил эту книгу и мы решили ее изучить поразмышлять над этой книгой что вообще там о чем говорится кто такой сам этот гэри чепмен он является христианским психологом но как бы я не люблю слово психолог да как то оно так более мирское поэтому я называю таких людей душепопечителем да христианский душепопечитель в вопросах брака и семьи скажем так и у него достаточно объемная практика в его жизни была прежде чем написал эту книгу и он опирается на опыты других деятелей в этой области и также и опирается на божье слово определенным образом и в чем заключается суть этой книги суть этой книги она заключается в том что у каждого человека есть свой язык любви и он делит вот так на 5 до 5 скажем пунктов ну есть конечно определенные панпу под пункты но все-таки основные как бы он выделяет 5 их и человек вот когда созидает семью и вступает вот эти вот отношения брачные то конечно же эти отношения не строятся на чем на божьей на вообще на любви да то есть мы должны их строить но у каждый человек в зависимости от характера в зависимости от того каким создал бог мужчина женщина да мы знаем что мы разные разные характеры к сожалению мы каждый имеем свой определенный язык любви у кого-то он один у кого-то два а может быть у кого-то все языки они выражены да но в меньшей степени одни в большей другие в меньшее или со временем какие-то они переходящие эти языки любви и чтобы нам действительно иметь близкие отношения вот нам нужно знать язык любви вот своего партнера даст вот в браке чтобы проявить этот язык любви потому что к сожалению не всегда эти языки любви совпадают потому что есть языки любви которые характерны для мужчин есть характерные для женщин и поэтому когда мужчина начинает выражать свой язык любви который ему характерен женщина а ей он это ни о чем не говорит и поэтому взаимоотношения не складывается ведь обычно когда взаимоотношения с ними не складывается что что обычно говорят люди он меня разлюбил да так с такими проблемами приходит то есть вот обычно вот такой общий шаблон он меня разлюбил и поэтому он говорит об этих пяти языках любви и вы потом поймете почему я о них сегодня с вами рассуждаю и вот один из таких языков любви это слова поощрения то есть когда мы хвалим до в семье друг друга когда муж или жена да они выражают вот какую-то похвалу или какое-то участие в жизни до человека то есть не забывают об этом благодарят в какие-то теплые слова говорят признаются в любви то же самое да некоторым людям это просто очень важно когда им говорят я тебя люблю там да или там за что-то похвалили потом есть еще какой язык любви ну например второй язык любви это время когда с человеком проводят какое-то время совместное это тоже очень важно для некоторых да не просто так мы же в семье для чего бог нас мы в семью при не просто чтобы мы жили по отдельности мы вместе живем да мы должны как то проводить вместе время и для кого-то это очень важно в семье чтобы вместе что-то делали да вместе куда-то ездили вместе сидели вместе просто общались и этим самым выражается любовь ведь любовь это не просто чувство да а это действия определенные иногда такие действия которые нам не совсем понятны что ли да нам нам и но их надо применять по отношению друг к другу например третий язык любви помощь для некоторых важно чтобы им помогали ну если что-то кто-то попросит да вот этот язык языки время и помощь они очень характерны для женщин почему потому что женщинам хочется с ними время проводили да чтобы не просто муж он там на работе весь день пробыл да и приехал домой к вечеру там привет пока спать легли опять на работу уехал со временем человек вот когда такие отношения человеку кажется может он не любит меня может кто-то кого-то на стороне завел да не знаю то есть вот приходят вот такие понимания то же самое и и мы говорим о помощи для многих женщин это характерно попросить мужчину да там починить розетку вкрутить лампочку и когда мужчина этого не делает по дому да каких-то мелочных вещей женщине может сложиться такое впечатление что он ее не любит ну раз нет не реагирует на эту помощь да или что-то еще там забрать детей в садике приготовить покушать если вдруг что-то не получается ну всякие разные и у мужчин бывает такое четвертый язык любви это прикосновение прикосновение близость когда дать я поглаживание обнимание для некоторых это очень важно вот это язык любви он кстати характерен больше для мужчин ну вот так вот да по крайней мере в большинстве случаев ну еще один такой вот язык любви пятый это подарки что они с собой да всем нравится подарки ну это наверное для всех да но все равно важно и нравится всем когда дарят какие-то подарки когда что-то вот внимание проявляет через какие-то подарки ну может быть для женщин конечно в большей степени чем для мужчин но мужчинам тоже нравятся подарки когда их чем-то одаряют это вот в этом проявляется вот язык любовь да проявляется любовь это у кого-то может быть вот таким вот языком любви для него и конечно для чего мы это с вами вот вот эти вот вещи сейчас с вами они говорили ну не просто так не просто так если мы люди выделяем какие-то определенные языки любви да в большей степени то смотря вот мы их перечислили мы видим что бог он на самом деле нас любит всеми вот этими языками любви ведь человек на самом деле он создан по образу божьему он может только повторить да те чувства которые есть у бога все вот это он может повторить но сам ничего больше божьего придумать не может и у него проявляется да то что есть в боге но в боге вся полнота и бог любит нас вот всеми языками любви со всеми их подпунктами со всеми там какими-то мельчайшими деталями мы должны это понимать вот например слова поощрения бог говорит нам их говорит он говорит в писании вы род избранный царственное священство вы святые люди взятые в удел я вас люблю да он говорит эти слова я милостивый я человека любивый у него есть эти слова поддержки подкрепления но они проявляются когда когда ты начинаешь считать писание любые отношения в семье если только они основаны на одном человеке они все равно в конце концов придут печальному завершению все равно это отношение нужно выстраивать вдвоем обоим например время знаете Иоанна в Евангелии это Иоанна 14 глава 16 стих Иисус говорит и я умолю отца и даст вам другого утешителя да пребудет с вами вовек знаете бог с нами вовек как знаете есть такое модное слово 24 на 7 да вот он с нами 24 на 7 он с нами всегда и со всем и со всеми с каждым вопрос только ты с ним ли а так он с нами всегда мы можем в любом месте но в любое время обратиться к нему и он с нами все это вот везде и всюду духом своим святым он показывает нам эту любовь помощь например вот в этой же главе Евангелия от Иоанна 14 14 глава 13 14 стих и если чего попросите у отца во имя мое то сделаю да прославится отец в сыне если чего попросите во имя мое я то сделаю аминь он являет нам эту помощь попроси его он говорит только попроси приди ко мне воззови ко мне открой сердце свое и я сделаю это я помогу тебе сколько раз да мы слышали свидетельство и в конце служения мы тоже призываем и слышим как Бог помогает в любых ситуациях жизненных от самых мельчайших как нам кажется да то есть бытовых каких-то до глобальных когда мы к нему обращаемся он действует его сила она ну нескончаемо да она не имеет границ или например прикосновение вот в псалме 138 5 стих есть сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою он даже на тех вот для нас удобных словах да выражаете руку свою да то есть рука у него нет руки да он дает нам понимание что он с нами что он близок к нам что он полагает ее на нас он обнимает нас своей любовью он дает ощущать нам свою любовь даже мы говорим на физическом уровне сколько раз я слышал свидетельства когда братья и сестры говорят когда вот чувствуют божье присутствие что мурашки похожи бегут даже вот такое вот состояние как будто ты в каком-то вот таком во свете в облаке сколько вот таких вот есть свидетельств даже так бог проявляется в нашей жизни показывая нам прикасаясь к нам давая понимание что он живой бог ну и подарки бог нас обильно одаряет просто обильно мы иногда даже их не замечаем уже даже как-то к ним относимся знаете что они вот как естественным каким-то вещам не понимая что это лишь милость божья и благодать что мы это сегодня имеем вот мы сейчас будем прославлять с вами бога вот здесь вот как раз вот говорится о всех вот этих подарках да которые бог дает нам которых иногда даже мы ну мы на них не реагируем уже принимаем как то что надо да то что естественно то что солнце светит то что бог жизнь дает мы живем то что силы дает то что видим вокруг эту природу которую бог сотворил чудесно дышим воздух дает но самое дорогое драгоценное что нам подарил это жизнь вечную да это прощение наших грехов самый большой подарок мы его не заслужили а он дал нам это ну конечно мы не говорим о том что бог заботится с нами о нас в каждом дне конечно мы должны всегда об этом помнить бог хочет бог хочет как и любой человек в семье да в отношениях он хочет чтобы любовь была небезответной чтобы она находила отклик в наших сердцах чтобы этот отклик он выражался опять же в языках любви наверное да почему бы и нет чтобы мы говорили слова поощрения мы что это значит прославляли бога благодарили его чтобы мы проводили с ним время погружаясь его слово имея общение с братьями с сестрами да где двое или трое во имя там и я он говорит чтобы была помощь что значит помощь служили ему да мы как мы соработники чтобы посвящались ему в его деле в распространении царствия божьего даже несмотря на то что нам может это не нравиться да потому что мы говорим у каждого человека к сожалению есть вот свой язык любви он кажется вот это любовь а другое это не любовь нет иногда надо преломать усилия стоять на позиции определенный бог говорит любовь она в чем-то выражается или прикосновение что это такое это молитва да когда мы прикасаемся к богу мы имеем с ним отношение мы приходим к нему чтобы это было в нас и мы это практиковали в каждом дне в тайной комнате не просто там пять минут с утром там за столом благословили в вечер там просто сказали спасибо нет что мы имели эти отношения общались с ним спрашивали его волю что он хочет от нас открывали какие-то свои вот чувства переживания но и подарки да подарки тоже они важны когда мы не просто там приносим десятину в церковь да которую бог определил а были жертвенными для него он нас к этому призывает жертвенными финансов с временем во всех во всех вещах которые бог нам дает сегодня во всех наших ресурсах которые нам сегодня дает здесь на земле в посвящении вот римлянам 5 глава 6 8 стих ибо христос когда еще мы были немощны в определенное время умер за нечестивых ибо едва ли кто умрет за праведника разве за благодетеля может быть кто-то и решится умереть но бог свою любовь к нам доказывает он доказывает нам что христос умер за нас когда мы были еще грешниками когда мы еще не знали его мы ходили своими путями творили беззаконие но он тогда уже умер за нас он доказал нам свою любовь отдав на крест своего сына единственного единственного сына самое дорогое самое ценное что у него есть ради нас которые не искали да и не хотели его вообще любить а он сделал он протягивает первый к нам эту руку чтобы мы все таки приняли ее и поняли насколько нам это важно и необходимо и жили для него аминь поэтому давайте мы сейчас помолимся и прославим нашего Господа и вас благодарим за его любовь